Давай, мои сладкие. Давай, давай, давай. Хорошо? Вот игночка. Проверить горло, смерить температуру, послушать сердце – эти простые процедуры уже вызывают у маленькой Элины страх. Она давно не была на приеме у врача, а девочке придется пройти серьезную процедуру и привиться от пневмококовой инфекции. Мама обещает, укол не покажется больнее укуса комара. Через мгновение все уже закончено. Теперь или не два дня нельзя гулять и купаться. Вечером маленькая пациентка может почувствовать легкое недомогание, предупреждает врач. Это нормальная реакция организма на любую прививку. Температура спадет уже на следующий день. Через пару месяцев процедуру придется повторить. Вакцинация пневмококовой инфекции начинается с двух месяцев. До года она делается двухкратно с интервалом в два месяца и ревакцинация в 15 месяцев. Детям с года до двух делается двухкратно с интервалом в два месяца. Можно сделать в год два и в год четыре. И детям после двух лет однократно она делается. Через все это проходил и маленький Марк еще в марте, когда на Вологодчине впервые началась иммунизация малышей. В прошлом году прививка впервые вошла в календарь обязательных. Тогда вакцину завезли во все медучреждения города. Сейчас в детской поликлинике могут привиться больше трех тысяч детей. Принесли мы замечательно по поводу того, что решаться, не решаться, надо ли прививка. Ученые бы не создали бы что-нибудь, чтобы было бы не надо. Потому что нам идти в дошкольное образование с прививками дальше жизни. И тоже надо немножечко оберечь ребенка от всего. Однако, так думают не все, говорят медики. По подсчетам специалистов, только треть маленьких вологжан привита от немококовой инфекции. Многие родители с опаской относятся к новинке. На сегодня это новая прививка. И, конечно, у родителей возникают вопросы, надо, не надо проводить эту иммунизацию. Родители задумываются о том, что зачем-то нагружают ребенка лишними прививками. Лучше мы оттужим на более поздний срок. Давайте мы проведем на втором году жизни, на третьем году жизни. И вот эти рассуждения приводят к тому, что неправильному отношению к иммунизации. Тем более, что подхватить эту инфекцию легко. Она передается воздушно-капельным путем и может спровоцировать серьезные заболевания. По названию можно подумать, что он является возбудителем только пневмонии. И очень многие могут подумать, что зачем это я буду прививать, или зачем это вообще надо, потому что пневмониями-то я и не болею. Но вся беда в том, что этот стриптококк пневмонии является возбудителем очень многих других бактериальных инфекций. И синуситы, и фаренгиты, и атиты, которыми страдают наши маленькие дети. Пневмонией в области ежегодно болеет свыше полутора тысяч детей, в том числе около 500 в Вологде. Крайне опасным медики считают и менингит. Частота летальных исходов от него достигает 40%. Так что прививки лучше сделать сейчас, уверяют медики, до начала традиционных осенних эпидемий.